Подготовили для люберчан и большую спортивную программу. На состязаниях, которые прошли в лесной опушке и центральном парке, работали мои коллеги. В Октябрьском более ста человек участвуют в легкоатлетическом забеге, посвященном 79-й годовщине Великой Победы. Юные бегуны уже финишировали. Среди победителей – восьмиклассник 53-й школы Руслан Стаханов. Я спортсмен, биатлонист, долго занимаюсь бегом. Я пробежал дистанцию до 200, знал, когда пришел, что я выиграю. И даже, наверное, не рассчитывал на то, что меня кто-то сможет обогнать. Поэтому я сегодня в спокойном темпе обогнал всех и выиграл. Хочу всех поздравить с 9 мая. Мира вам, люди! 9 мая нас встретило бодро, морозно, немножко, так сказать, холодно. Но это ничего по сравнению с тем огнем, который у нас внутри. Возраст у нас от 6 лет и старше. Соответственно, самые маленькие бегут 400 метров, а самые старшие, 18+, бегут полумарафон. Все у нас получат ценные призы, заряд бодрости, ну и, естественно, спортивный азарт. Многие бежали с портретами героев войны. Роман Гезатулин готовится преодолеть полумарафон. Забег посвятит своему деду – фронтовику Валентину Горюнову. Был обычным учителем математики в школе. Во время войны его призвали сразу в ряды Красной Армии. Воевал он в составе стрелковой дивизии. Был начальником разведки дивизиона артиллерийского. Освобождал Керчь, Польшу, Чехословакию. Два ранения имеет. Имеет орден Красной Звезды, медаль за отвагу и орден Отечественной войны первой степени. Спортивные состязания ждали жителей и в Центральном парке Люберец. В преодолении полосы препятствий приняли участие волонтёры, спортсмены, студенты техникума имени Гагарина. Очень сложно. Друг на всё. Случается? Всё получается у нас. Не сила, а дух. Своё превосходство над соперниками показали люберецкие каратисты. Боролись за каждый балл. И стали чемпионами. Труднее всего нам было пройти вон ту надувную штучку. А ещё у меня была какая-то тактика, и я её придерживался. В праздничном турнире «Удар победы» более 200 человек поборолись за титул чемпиона. На сцене развернулась интригующая борьба за первое место. 17-летний Гамза Курбанов дважды одержал победу. Среди подростков и среди взрослых. Гамза Курбанов! 596! Дорогие друзья! Я очень рад. Я не думал даже, что побью рекорд. Я просто хотел старичков обыграть и всё. Я нанёс удар в 596 килограмм. Старшие не смогли, младшие не смогли, но я очень горд собой. Призовый фонд я потрачу на нашу организацию ЛКСМ. Также каждый мог побывать в парке на выставке стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и посетить полевой лагерь. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.